Всем привет! Я Артур Ешетов и это ТОП ШОУ НЮС. Все самое интересное в мире шоу-бизнеса. Подписчики страницы Анастасии Волочковой в социальной сети Instagram в панике. Балерина закрыла возможность комментирования своих публикаций. В ее окружении говорят, что она вообще хочет закрыть профиль, мол, достали негативные комментарии врагов и завистников. Об этом более подробно прямо сейчас. Мало кто помнит, что Анастасия Волочкова была выдающейся танцовщицей, которая с отличием окончила Академию имени Вагановой. Танцевала в Мариинском и Большом, была приглашенной звездой английского национального балета. Все это рухнуло почти в одночасье. В сентябре 2003 года ее со скандалом вышвырнули из труппы главного театра страны. Мол, огромная Волочкова не соответствует требованиям физической формы и ей невозможно подобрать партнера. По другой версии, это была месть брошенного высокопоставленного любовника. Именно тогда балерина стала превращаться из исполнительницы главных ролей в «Лебедином озере» и «Боедерке», популярного персонажа светской хроники и героиню телевизионных шоу. Шумиху Настя провоцировала сама, шокируя, удивляя и возмущая фотографиями и видеороликами, которые публиковала в Инстаграм. Она ничтожа, сумняшаяся, делала шпагаты. Снималась без белья, валялась в снегу, выставляла прелести на кадрах из бани, хвасталась майбахами, роскошными апартаментами и цветами. Вряд ли такое поведение могло быть у великих Майи Плесицкой и Галины Улановой. Можете представить их сидящими в сугробе с раздвинутыми ногами. У Волочковой таких фотографий сотни. И Шифрейд заметил, первым признаком глупости является полное отсутствие стыда. Каждый пост Насти неизменно вызывает шквал критики. Люди плюются от вида того, как балерине делают педикюр. Возмущается ее романтическими посиделками с дочкой. Ужасаются изуродованными работы на сцене ногами. Смеются над клоунскими нарядами и валенками. Впрочем, она этого словно не замечает и уверена, что к ней все относятся серьезно. Давайте. Что вы пьете? Я? Я не фрик, подчеркивает Волочкова. Еще больше убеждая людей в обратном. Ее наряды, шиньоны, залитые лаком волосы, огромные ресницы, всегда нарочито вздыбленные груди, делают Настю похожей на престарелого трансвестита. А ведь ей всего 42 года. Все, кто знает Волочкову, лично уверяют, что как человек она хорошая, добрая, светлая, щедрая, искренняя. От бесконечного негатива, который льется на нее, уйти может запросто. Надо лишь забыть про десятки публикаций в соцсетях каждый день, перестать эпатировать народ, мелькать на всех подряд тусовках и заняться чем-то полезным, а не пением и благотворительными концертами, на которые в собесах приглашения впаривают. И тогда у Максима Галкина не будет повода пить со сцены Кремля, подниму я Пугачева над собою прямо, а на легче Волочковой на 3 килограмма. На этом у меня все. Ставь лайк и не забудь подписаться на мой канал, а также жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и будь в курсе всего самого интересного в мире шоу-бизнеса. Пока!